смотри вот я твои сомнения понимаю и они не то что там вот у тебя 1 возникли так сейчас они вообще во всех людей которые которые приходят к нам которые будут приходить к тебе если ты примешь решение они во всех людей потому что все новое но чем бы ты не занялась сейчас мы говорим о нашем проекте если тебя пригласят куда-то сейчас на работу вариант 1 2 там реализатор или руководителей не ну неважно я точно такие же мысли будут правильно правильно точно такие будут мысли там делать не делать сомнения и все такое вот но я хочу сказать до тех пор пока ты сама не начнешь делать я даже не то что даже я не у них тут не может сказать оль кто на что способен пока человек сам не возьмется понимаешь мы живем маленьком городочке ты сама знаешь да и у меня были мысли еще круче чем у тебя когда я читала про каких-то людей которые достигли здесь результата их в нашем городе близко не было понимаешь они где-то жили там в киеве там харькове я думаю ну для меня лично было такое это реальность только для людей из больших городов там люди кончатся как искала и все такое вот у тебя другая ситуация у тебя во первых под боком гную я скажем так по соседству примерно с другой стороны прям городе у нас уже достаточно людей которые вышли на доходы на зарплату от компании это реально с нашего города вот а то что касается что люди закончатся я тебе сейчас приведу такой маленький пример вот смотри если бы так рассуждал любой предприниматель который строил бы сеть заправок или магазинов то наверное ну думал что наверное уже мало всех полно заправок у нас городе крахова там мы не будем строить посмотри на дороге вот как на рой идет сколько стоит заправок только и никто не сомневается берет их строит и здесь знаешь как пословица всегда действует на каждого на каждого этого свой покупатель на каждый товар свой покупатель это первое второй вопрос смотри ты говоришь люди закончатся у нас самый главный товар будет вот какой у нас самый главный с тобой будет товар в проекте ты уже посмотрела достаточно видео там вот какой главный товар нашего главное предложение как ты думаешь товар или предложения что мы будем предлагать с тобой вот 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 оля и теперь скажи мне ты хочешь мне сказать что в ближайшее время закончится хотя бы в украине я уже не говорю про все страны снг закончатся люди которым нужны будут деньги которые не вернее не те люди которым нужны деньги а те люди которые готовы будут учиться и работать за это те которые как бы люди которым нужны деньги полно миллионы толкаются и ждут халявы там что-то упало и все такое нам эти не подходят оль но не подходят я не могу время там ну как бы цирковой собачкой прыгать перед ними и все такое вот а те люди которые готовы работать вот смотри прошлый нас с тобой разговор был такой же ты сказала что я уже так устал от этого вот без без денег я так поняла правильно что уже готова работать и все такое как ты думаешь ты одна в нашем городе такая вот возьмем даже масштаб города вот вот понимаешь ты и в нашем городе если взять масштаб украины и дальше по снг как мы работаем ты такая не одна единственный момент ой тут надо вот донести людям грамотно суть нашей работы что надо будет делать мы и рассказать им что ты здесь будешь получать вот и все минутку тогда вопрос следующий скажи пожалуйста а ты вообще-то общаешься с своим кругом знакомых вообще как-то а как это ты умеешь с ними делать скажи понятно ой я таких случаях знаешь какой задаю вопрос человеку вот ты умеешь вкусно варить борщ вкусно варить борщ ты родилась с этим умением от рождения или ты после когда-то научилась этому научилась а вот теперь представь себе что за каждый рецепт который ну каждый проговор твой рецепта ты получал бы 5 долларов ты бы рассказывала многим людям которые тебя спрашивали ой как сделать такой вкусно как ты бы рассказывала и почему если бы тебе за это платили 5 долларов не ну просто сейчас смотри оль разговор просто о чем о том что если бы это была работой тебе надо было за деньги и продавать этот рецепт я понимаю что ты добрая и мы все добрые но твои дети добротой твоей не наедятся и не будет на ноги оль мы сейчас разговариваем о предпринимательстве деньгах не очень приятно но иметь дело с такими людьми которых ценностью схожей со мной но я тебе хочу сказать я очень долго любила чужих детей в садике в школе когда очнулась и поняла что моим пацанам надо помогать понимаешь и тогда начала предпринимать то что будет менять и мою их жизнь поэтому вот я к чему этот пример с борщом и с рецептом и ко всему вот ты не могла не знала как готовить не знала ну ты ж как-то как-то научилась этому научилась ты бы смогла рассказывать этот рецепт то что ты знаешь смогла легко поэтому вопрос стоит в том готова ли ты научиться тому чему то что будет приносить тебе деньги это не лапша это не уговоры это не фикция какая-то афера какая-то это просто передача информации за которыми тебе люди будут за которую тебе компания будет платить деньги именно за создание организации вот все все очень просто и ну как тебе хочу сказать я тебе предлагаю ну как рассуждать не то что рассуждать а думать об этом меньше лучше давай будем делать шаги и ты быстрее просто поймешь понимаешь ну опять таки мы начнем это делать только тогда когда ты поймешь зачем это тебе надо четко поймешь потому что если это как бы чисто любопытство или просто ну как хобби какой-нибудь то это будет знаешь как на первый пенек палку наткнемся и сразу все лапки вверх и мы сдались а если тебе реально нужны деньги деньги нужны они здесь есть официально выплачивается и на карточку и это все превращается в благо вокруг тебя это ездить поэтому просто надо брать и работать вот и все в принципе ничего сложного нет смотри оле ты так не вздыхай я тебе хочу сказать я тебя понимаю потому что все новые люди кто приходят они в начале вот сомневаются у тебя через полгода будут таких же девочек толпа который будет оля тебе хорошо вреди там то можешь что-то так разговариваешь а ты уже вы не поверите что еще в мою разговаривала и там меня светлана пыталась не то что уговорить и аргументировать твои таких людей много это нормально это нормально это нормально да есть так и есть на другую сторону посмотрим давай посмотрим чем ты рискуешь если мы начнем делать первые шаги в проекте чем ты рискуешь 19 гривен будет 1890 стоит регистрация да при этом ты сделаешь активационный заказ и тебе со скидкой придет то что там тебе надо там что-то такое то есть ты их сразу же купишь эти деньги все считаешь у тебя девочка принесла котол ты там что-то выбрала а тут считаешь что ты напрямую взяла компанию все кроме этого ты получишь информацию какой-то опыт вообще ты по специальности кто вот замечательно вот ну вот посмотри как я тебе я тебе уже по моему прошлый раз как-то говорила мне кажется я тебе потому что я много разговариваю с людьми вот твоя задача вот как я тебе тут только что на борщи объяснила вот смотри что ты посмотрела глобальнее на все это вот представь себе что готовишь то очень вкусно какой-то торт но за день ты можешь приготовить всего там пять таких пирогов или тортов 5 тортов по 10 долларов да и больше ты физически не можешь сделать есть такая программа по которой тебе говорят оль если ты научишь одного человека делать 5 тортов тут и он будет свои получать там 50 долларов а ты с каждого пирога его будешь получать еще там один процент 50 центов а таких учеников у тебя может быть 10 20 30 и каждый день они будут делать свою работу зарабатывать свои деньги а ты будешь получать свой процент вот это в этом будет заключаться наша суть собой работы искать людей которым которых интересует заработок а заработок наш будет получаться за счет того что мы будем просто сами потреблять вся организация будет сами потреблять продукцию эту себе под kavri бля себе потреблять вначале тебе я поняла что у тебя как бы неинтересно, ты не знаешь, что-то тебе взять и не надо тебе как будто, но это от того, что денег у тебя сейчас нет. Когда у тебя появятся деньги, когда ты послушаешь информацию о витаминах элементарно, даже для детей, у тебя сразу появится интерес, чтобы дитё ходило в садик и как можно меньше были на больничном вы, чтобы дитё пошло в школу и не отставало по успеваемости от других деток. Это только я говорю тебе за детей. Понимаешь? Я уже не говорю о том, чтобы у тебя были здоровые, красивые волосы блестящие. Я на выходном была с подружкой там встречалась, и мы с ней пользуемся вернее, время от времени пользуемся хной. Но кроме этого я ещё пользуюсь нашими средствами ухода за волосами. Масло Элиот очень хорошее у нас есть. Она просто вот хной там и шампунем каким-то я не знаю. Она сидела целый вечер, восхищалась моими волосами, потому что качественный уход за ней. У нас очень много всего, чего может тебя потом заинтересовать, когда у тебя есть деньги. Когда есть деньги, Оль? Ну сейчас нам, у нас вопрос не в том, чтобы ты сейчас тратила деньги здесь на что-то, чего-то. Нам надо с тобой сейчас выйти на доходы. Чтобы их тратить, их надо заработать. Вот, 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 вот. Поэтому вот такая картинка. Вот, Оль. Поэтому что нам надо сделать? В общем, я просто понимаю, что тебе надо как-то сделать и решиться первый шаг этот, да? Я, кстати, да. По поводу первого шага я пробовала зарегистрироваться и у меня не получилось. У меня на электронную почту не приходит письмо. А зарегистрироваться где? На сайте, да? Который я тебе давала. Да, на сайте. Который... Ты делала подтверждение и тебе пришло письмо. Тебе... У тебя там указан сайт, куда зайти зарегистрировать свой полный... Ну, свои все полные данные для регистрации на сайте. И чтобы зайти на эту анкету и потом на этот учебный сайт надо внести логин. Логином является твой имейл, который ты туда внесла. А пароль... Пароль делает эта программа. Ты копируешь этот пароль и вставляешь туда. И заходишь, у тебя выскакивает большая анкета. Я тебе рекомендую ее заполнить, Оль. И наша с тобой задача сейчас организовать активационный заказ. Мы его можем сделать двумя способами. Смотри. Один способ. Когда ты просто смотришь каталог и то, что тебе надо лично, тебе, твоей семье выбираешь. И мы заказываем, делаем первый шаг, чтобы, как говорится, застолбить тебе место и номер твой. Потому что сейчас идут у меня регистрации еще, кроме тебя, я с девочками одной, второй раз говорю, тут регистрации будут. Я тебе уже рассказывала. Мне лично все равно, кто будет. Аня первая, Оля, Женя, Марина. Мне все равно. Но вам каждой не все равно. Потому что, чем раньше вы регистрируетесь, тем больше под вами там организация получается. Вот. И вот смотри, первый способ. Это ты, когда быстренько выбираете там что-то себе. Обрати внимание, последняя страница, там чайное дерево, очень хорошие антисептики такие. и прищики, герпесы проблемы решают, и сама жидкость, чайное дерево, лечебная трещинка, ожог, царапина, все очень быстро решается. Вот. А второй вариант, когда мы с тобой прям вот берем телефон, у тебя третье письмо пришло, сортировка, смотрела ты его? Письмо у тебя должно было быть третье, сортировка называется. Пришло? Да, я смотрела, но я их не читала, потому что я не смогла сидеть. Я поняла, Олечка, я поняла, бывает такое. Хорошо. Ну вот второй вариант, смотри, вот второй вариант, это сортировка, я тебе сейчас скажу. Это когда ты просто открываешь, извини за слово, такой тупо, свой телефон и выписываешь на листок первых 10 человек, кто моет голову и чистит зубы. Да, 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 я это смотрела. Вот. И мы с тобой по этому бланку ты звонишь, я тебя в скайпе слушаю, как у тебя получается. Ты поговорила, положила трубку, я тебе подсказала, подкорректировала, если надо что-то. Еще пару звонков. Первый звонок, ты будешь неживаться, там сбиваться, тык-бык, это мы все так спотыкаемся, не ловко, у меня и руки потели, прям ладони потели, все такое, а потом ничего, нормально разговаривалось, уже по памяти в любом месте могу озвучить. И вот после сортировки этих людей у тебя появится 5 хотя бы первых людей, которые скажут, ну ладно, вышли мне, ты говоришь, я тебе не буду нести катал, я тебе сброшу онлайн, где там в Одноклассники или куда-то, посмотри, что тебе понравится, я тебе могу там приобрести, помогу приобрести. То есть это после того, когда мы человеку предложим возможность в онлайн, потому что, понимаешь, как Оль, если мы сейчас не отработаем твой круг знакомых, сейчас по городу будем, будем мы активно работать, и не только я одна работаю, есть же еще другие у нас менеджеры директора, то все равно твою куму или соседку, или подругу, или еще кто-то, кто-то пригласит, и тебе от этого будет обидно. Да, у меня в соцсетях от этого 30 именно таких предложений от было, как предложили в онлайн. Вот, видишь как, а почему ты выбрала мое предложение, если там было 30? Ну, потому что я вас знаю, и я поэтому как-то склоняюсь больше к знакомым людям, а не к чужим. Ну да, да. Олечка, вот так вот мы должны с твоими знакомыми, потому что люди скажут, ну, Оля, я более-менее знаю и доверяю, что она эту свету там знает и как-то, в общем-то, не вляпается, куда ты меня не затащишь, понимаешь? Поэтому мы должны просто проработать круг знакомых, и хочу тебе сказать, со знакомыми гораздо эффективнее работать и быстрее строится организация, и легче. Помнишь, я тебе говорил, как начальников цехов, тебе надо поотбирать, да и все. Ну, а сейчас надо просто попредлагать это людям, ну, по этой схемке. Ты можешь своими словами, но суть, чтобы не менялась в этом. Ну, первый, ты не звони сразу, давай мы с тобой вместе попробуем, хорошо? Попробуем, проговорим, все, ты там, первый там, как бы, сделаем шаги, а потом ты самостоятельно каждый день 5-10 звоночков будешь делать, самое главное, и по ходу будем сразу же делать инструменты в онлайн. В общем, первая наша задача, сейчас ты заполняешь анкетку, вторая, делаем активационный заказ, я тебе еще раз говорю, активационный может быть полностью, лично для тебя, для твоей семьи, может быть полностью или частично от людей, которых мы после сортировочки отберем, кто-то скажет, мне надо то, мне надо то, мне надо то, после просмотра, то есть таким образом можем сделать, в общем, как ты выберешь, так мы и сделаем, поняла? Вот, ну и на почту, если что, загляни, там очень полезная информация, такие короткие видео, включишь, полежишь, посмотришь. Хорошо? Хорошо, да, да, да. Хорошо? Хорошо, да, анкетка вот открыла, я там. Все, отлично, умница, ну вот посмотри, какая ты молодец, ты вот просто сразу берешь, раз, раз сделала, то есть не то, что там тебя надо, не то, что уговаривать, а то, что знаешь, бывают люди там долго, не могут нажать кнопочку, бояться, не пойти, ты уже все, зашла и видишь эту анкету, все в порядке, Оль, давай двигаться, давай двигаться, ничем абсолютно не рискуй, все, молодец, все, заполняем анкетку, и ты мне напишешь сортировку, когда мы с тобой сделаем, нам надо 30 минут, не больше 30 минут, не больше 30 минут, так, давайте я настрою скайп, что-то у меня там какие-то не спалят, я могу уже за прям ухами сделать, потому что я там наклоняться, лазить не могу, чтобы там камера у меня отходит, ага, хорошо, и тогда мы с вами вяжемся, я так думаю, я в принципе уже могу, ну все, ну даже ты можешь не сидеть, Олечка, ты можешь даже стоять, у тебя принтер есть? Да, принтер. Ну да, есть, но отключенный. Не, ну тогда на компьютер, выведешь этот текст, чтобы тебе было видно, и все, постоишь, вот так наклониться, прозвоним людей, сейчас нам самая главная цель, активировать номер, все, прозвонили людей, ты получила первый опыт, как с ними разговаривать, все, мы потом, подкорректируем, все, Оля, отлично, каждый день самостоятельно пишешь себе список, и с людьми разговариваешь, вечером мы с тобой созваниваемся, кто, какие возражения, говорю, все такое, я тебе сброшу видео по возражениям, ты послушаешь, если там люди что-то говорят, как надо отвечать, и все такое, печатное, все. поперечитаем, что мне было знали, потому что я его еще так просмотрела, лазерный, если я пока не читала, потому что не читала. Ну, поняла, я поняла, Оль. Оль, дорогу, как осилит идущий, потихонечку, по мере, ну, как-то, скажем так, поступления задач, будем их решать. Сейчас первое, вот это нам надо сделать, делаем дальше, делаем дальше. И мы с тобой должны определиться просто с твоей целью, вот для меня очень важно, чтобы ты просто понимала для себя, для чего тебе это надо, Оль. Я понимаю, мне это надо, для меня, для моей семьи. Вот, куда они тебе эти деньги, на что, чего, мы потом более подробно с тобой переговорим, потому что если, ну, как я тебе говорю сразу, если я не буду понимать, ради чего ты это делаешь, то мы с тобой быстро расстанемся, не будет у тебя внутренней мотивации, ну, нафиг мне слушать, там кто-то будет ныть, кто-то будет отказываться, кто-то будет бе говорить, и ты будешь терять мотивацию, и будешь бросать. А если мы с тобой будем понимать, ради чего, то я тебе хочу сказать, мне все равно, кто что скажет, моя задача выполнить свою работу и полететь отдыхать зимой, весной, получить свои деньги, помочь детям, и все такое, поняла? Ага. Все остальное, люди говорят, это их как бы работа, а наша с тобой дело. Если говорят, значит, живая, у меня там, что-то говорили. Да, да, хорошо. Хорошо. Все, Оль, я тогда жду твоего звонка, заполняя анкетку, и по каталогу, там, что тебе будет интересно, что будет надо по продукции. Может быть, я не знаю, там сейчас и Аня, в общем, как у меня новички соберутся, может, я вам какой-то такой сброшу. А, так у нас обзор по каталогу есть, там, на блог каталоге, посмотрите, пожалуйста. Хорошо? Новости там. Хорошо. Ну, все, выздоравливай, Олечка. Все, жду тогда твоего звонка, Оль, жду звонка твоего. Все, до связи, пока. До свидания. До свидания.